Здравия всем! Вы находитесь на канале Марка Елена Диригети. И вот показываю вам издали террасу, где я стояла. Мы с вами в Лудяну. Вот эта квартирка, на которой я стояла. У неё два окна и стеклянная дверь. 1974 года строения. Так, дата написана. И пока там Марка со своими родственниками. Чао-чао, Даниэля! Вот племянник пошёл к себе домой. А вот помидорчики. Мои-то помидоры зелёные. Я сказала, больше садить не буду помидоры. Потому что мой огород, он загорожен от юга и смотрит на север. А здесь вот камень нагревается за целый день. И ночью отдаёт тепло помидорам. Ну, всем растим ним, которые можно сюда посадить. Я вот вышла, пошла на прогулку. И вот, смотрю, у них здесь картошка, дзукини и цветочки. И вот куст, который в них умер. Но бывает. И сегодня увидела вот этот куст. Думаю, боже мой, какой шикарный. И пчёлы летают, и летают. Вот написано, физиотерапия Мури. Где зять занимается на первом этаже вон в том доме. И вот у них стояночка, где наш автомобиль стоит. На четыре машины у них здесь стоянка. И вот у них здесь вот такой вот родничок. Это каштан. Смотрите, само дерево очень большое. Но такие вот побеги у него свежие. Очень много здесь виноградников. Потому что камня здесь очень много. Вот смотрите, какие булыжники. С таких булыжников можно дом сложить. Кстати, дом, который мы смотрели на покупку, там как бы второй и третий этаж. А первый этаж, там прям заходишь, и вот такие вот камни. То есть они не стали их убирать. Потому что вот сестра с зятем, они взрывали эти камни для того, чтобы расчистить площадку для строительства дома. А те прямо на камнях построили. Нормально, да? Первый этаж занимают булыжники вот такие огромные. А на втором этаже у них зал с кухней. И третий этаж. Три маленьких комнаты. И также на каждом этаже есть туалет с душем. Смотрите, вот эти камни. Они аккумулируют тепло за целый день. И ночью отдают винограду. Поэтому здесь очень много виноделов. И, соответственно, много вот таких вот виноградников. Смотрите, какие булыжники. Вот такое необычное место здесь. Мы могли бы жить здесь, если бы тогда купили тот дом. Ну, как-то вот я сразу, когда приехала, и мы снимали дом в Акваросе. Поэтому я как-то лудьяна вообще даже не рассматривала. Слушайте, припекает. Очень даже припекает мне. Вот здесь под камнем можно даже присесть в тенечки. Сколько здесь виноградников. Вот молодые только посадили. Где свободное место, там быстренько втыкают все. Чтобы росло. Ну, вот я с этой дороги сошла. Вот прошла сюда, вот на такую косу. Это у нас Мальвалья. Вот внизу находится. Вот она. Вся тянется, тянется. Вот такая вот Мальвалья. Вот этот городок, Симеоны, называется. Ну, и там, где я нахожусь, называется Лудьяна. Это у нас дерево черешни. Кто-то ее там что-то ест сверху. Вижу персик. Три куста. И остальное все виноград. А, вот тыква. Тыква и вот ветки старого винограда. Раз. И вот здесь вот тоже что-то дерево старое. И ветки старого винограда. Два. Вот здесь мы видим с вами вот эту церковь. Церковь, где, кстати, сестра, где мы сейчас были, выходила замуж. Для них открывали специально церковь. И здесь вот плохо видно разрушенный замок. Как-нибудь мы его там поснимаем. Вот видно здесь стены. Она как бы замок-крепость. Особо там снимать нечего. Но, как бы, это, может быть, я уже привыкшая к этим местам. Поэтому думаю, что нечего посмотреть. Там проходят у нас какие-то праздники. Под открытым небом. Туда привозят на автомобилях покушать. И потом все это дело продают. Ставят столы, лавочки, музыку живую. Бывает такое. Местечко этого замка называется Серовали. Ну, вот. Вот такой вот коротенькая зарисовочка из Лудьяну. Еще вот в эту церковь надо зайти. Я в ней ни разу не была. С вами прощаюсь. Желаю здоровья и удачи. Долгих лет жизни. Кому понравилось, подписывайтесь на наш канал.